Мы приехали в гости в компанию Top Car Design, чтобы показать вам первые в мире ГЛЕ-купе 4х4 в квадрате. Кроме этого, мы здесь покажем вам другие крутые машины вместе с создателем компании Олегом Егоровым. К слову сказать, Top Car является самой успешной российской компанией, которая делает тюнинг, и она успешна по всему миру. Но давайте же к делу, давайте смотреть, что здесь интересного. Погнали! До их мощного проекта на базе Гелика мы доберемся чуть позже. Смотрите, какой дерзкий, а! Да, приехал сюда на новом Porsche 911, поколение 992. Здесь же стоит еще один аппарат от Top Car. Это ГЛЕ-63 в их обвесе. Только посмотрите, какая борзота и эстетика. Олег, спасибо, что нашел время принять нас на своей базе. Вижу, просто работа идет полным ходом. И изначально мы приехали, чтобы показать, друзья, вам ГЛЕ-купе 4х4 в квадрате. Я думаю, его стоит на обложку видео. Но тут появляется реальная проблема. Это вот этот Урус, потому что, конечно, вид у него просто потрясающий. Олег, давай пройдемся по цеху, расскажи, что у вас происходит, и потом доберемся до изюминки вашего цеха. Как у вас идут комплекты по Урусу? Ну, Урус продается очень хорошо. В основном они продаются по миру. То есть мы продали уже более 30 комплектов. Две трети из них в Америку, потому что этот комплект попал в официальные сети Lamborghini. По Америку они продаются через официальные сети. Также сейчас подключается Азия. Они тоже сейчас заказали несколько комплектов. Вот на отправках тоже у нас идет. Кстати, да, в ТопКаре еще делают обвес, который делают более дерзким В-класс. Ну, да, да, да. Урус очень идет хорошо. Запись на Урус у нас получается ближайшая доступная квота – это конец июля. Блин, тебя поздравляют. Здорово, когда можно так говорить. Ближайшая запись на получение обвеса – тогда-то. Да, с Геленваген примерно такая же история у нас. Но Геленваген он позже стартанул, мы их собрали порядка 10 штук. Ты сказал насчет отправки. Мне сразу стало интересно вообще, насколько трудно подготовить комплект таким образом, чтобы он доехал без проблем, не поломался. И как долго вы шли к этому? Или поначалу, может, там ломалось? У нас было очень много проблем с доставкой. То есть мы, так как мы делаем в основном детали с карбоном, и отправляем их уже в финиш. Ты имеешь в виду с залакированными уже все по красоте? Детали, которые под покраску, мы их отправляем уже за жидкаренными, они подготовлены. То есть их не надо подгонять. За жидкаренными, это уже вот ваш сленг идет, да? Да, их не надо подгонять, их просто как бы прикручиваешь. Болтон. Ставишь, да, да, никаких проблем нет. Мы отправляли, не делали деревянные каркасы в коробку. Сейчас мы делаем специальные деревянные каркасы, жестко их крепим, там ничего внутри не болтается, и с ними ничего не происходит. Потому что у нас были проблемки, когда мы в Англию отправляли капоты, три раза отправляли капот, три раза их повреждали, и нам пришлось просто придумать какую-то историю, для того, чтобы наши отправки шли без повреждений. А что у нас здесь входит в комплект по Урусу? Вы делаете капот, затем... Потом передняя юбка, да, бумеранги, потом передняя юбка, нижняя подъюбник. То есть идет базовый бампер, да? К которому присоединяются два ваших элемента, получается. Ну, два бумеранга, потом юбка, нижний подъюбник. Рекомендуем удалять вот эти вот вилки желтые, мы их здесь убрали в черный цвет, и добавили здесь вот желтые, ну, как бы вилки, потому что она таким образом стала похожа на диодный элемент, который есть у Ламборгини. Кстати, да. Где вы делаете диски, и это, получается, первые ваши фирменные диски, да? Раньше вы с ЭДВ-1 работали? Да, да, да. Нет, мы отказались от ЭДВ-1 и 12-21, Основная проблема их дисков заключается в том, что срок производства у них 10-12 недель, и то не всегда. Это не по-российски? Да. У нас нет структуры. Плюс, да, ну, а так как у нас весной начинаются нам нужные диски, а к концу лета никому диски не надо, понимаешь? Поэтому мы теряли, как бы, у многих клиентов. Соответственно, мы нашли нормального производителя у нас в Сибири, и размещаем там заказы своих дисков, и все. Они очень, как бы, прикольные тем, что мы сами выбираем болваны, они сделаны из алконовских алюминиевых болванов. Алконовские, это что значит, алконовские? Ну, Мансори, допустим, делает из алконов диски. То есть, это очень качественный алюминий. Ну, срок производства три недели у нас в Сибири. Плюс, соответственно, диски моноблочные, что немаловажно, потому что в Америке часто делают трехсоставные, и с ними бывает куча проблем. Во-первых, если трехсоставной повреждаешь одну из частей, то идет дисбаланс, и они там начинают бить. Нам, соответственно, начинают вносить в голову клиенты, что нам не очень нравится. Да, вам нужно сделать и двигаться дальше, и заходить все. Они там начинают спускать, по склейке, и т.д. и т.п. Поэтому мы перешли чисто на моноблочные диски, и всем рекомендуем только моноблоки. Так, здесь еще получается, вы делаете вот этот спойлерочек, второй спойлер. Да, пороги, пороги, потом расширение вот этого. Комплект, он интересен еще чем, почему его через дилера продали. Этот элемент тоже. Да, потому что все вот эти элементы, они крепятся так же, как по заводу. То есть мы берем заводскую арку, разбираем ее на две части. Там с другой стороны заводской арки места, ну, защелки, пластиковые. И вот эта вот наша деталь, она защелкивается на заводские места, так же, как, ну, оригинальные детали у Ламбо. Поэтому, как бы, проблем с ними, с установкой, ничего такого нет. Дерзко получился, конечно. Дизайн дисков вообще просто дерзей некуда, очень смело. У нас спицы развернули, да, это первые, которые мы проработали из дизайна дисков. Мы спицы развернули из плоскости. Обычно делают спицы, их вот эти вот острые грани заворачивают в плоскость. Поэтому они выглядят, ну, как бы, немножко плосковатыми. Мы решили сделать так, как, ну, машина вся из треугольников состоит. Мы решили просто угол развернуть на тебя и все спицы заворачивать от центра. То есть, видишь, он построен на треугольниках. Соответственно, вот эти острые грани, они идут на тебя. Поэтому они выглядят так агрессивно. Ну и давай теперь про изюминку вашего цеха. Про ГУЕ купе 4х4 в квадрате. Вон я вижу набросок финального вида. Как вообще, когда вот родилась идея вообще-то? Реально круто. Ну, идея родилась не у нас. Идея родилась у клиента гоночной команды, которая как раз участвует в таких ролейных делах. Больших ролей, дохаля, 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 дохаля. Да, да, да. Вот как раз он владелец одной из команд. Он захотел на Лухарю подъезжать к гоночной команде, а не на Дефендере, на какого-нибудь. Да, он заморочил нас как раз этим проектом. Нам было интересно с ним попробовать, что из этого получится. И вот с питерской командой сделали подвеску, а сейчас делаем объясную историю. Обычно мы, конечно, не делаем в жестком пластике, как здесь сделано, но для того, чтобы... А в каком обычно делаете? Ну, мы обычно делаем пластилин, скан, цифра, потом точение болван и уже изделие. Здесь делаем в жестком пластике, потому что по той технологии, по которой мы работаем обычно, это невыгодно, то есть для одной машины. То есть себестоимость проекта будет безумная. Поэтому мы решили сделать в жестком варианте. Потом эти арки мы снимем, сделаем из них матрицы, и будут карбоновые арки. Ну, вот будет выглядеть точно так же, как здесь. То есть если бы это была серия хотя бы там 10 машин, то это было бы ликвидное и нормальное. Кеномические арки. Да, а сейчас это вообще не имеет никакого смысла. Я вижу, другие аморты появились, да, они его... Да, подвеска, другие аморты другие, там много чего она делает. То есть она как бы абсолютно нормальная в плане ходовки. Делали профессионалы из Питера, как бы, они делают много подобных машин, построенных на другой базе. Там всякие Тойоты и Фендеры. Но вот этот проект для них тоже новый, и им тоже было интересно. Я думаю, реально мы его доделаем где-то месяца через полтора. Как раз потому, что очень много времени занимает именно работа с жестким пластиком. То есть мы должны сделать 4 арки, они должны быть абсолютно идентичны правой и левой стороной. Какой-то для тебя уже оутскул, да, когда вот таким образом делается машина? Вот так раньше начиналось. Да, я помню. Сейчас, как бы, я бы, честно говоря, не стал бы этим заниматься. Но самого просто приколол сама идея этого проекта. Ну да, это будет шикарный инфоповод на весь мир и на приличное время. Это даже не из-за денег, это просто, что он будет такой. Это такой прикол, потому что ГЛЕ-то уже новый вышел, понимаешь, и делать на старом. А, ну, кстати, да, ГЛЕ-купе, я думаю, мы через несколько месяцев новый уже увидим, не больше. Абсолютно. Так что это чисто фановая история, не более там... Как, кстати, Лума поживает? Что-то тоже про них мало слышал в последнее время? Ну, у них основные продажи сейчас переместились на Америку и на Англию. Потому что у них, у всех старых тюнеров, старых компаний одна и та же раньше была история, каким образом они делали проекты. То есть они брали клиентские машины, обещали им 50% скидку на обвес, забирали машину в работу, и клиенты ждали, и потом, короче, они получали там с большой скидкой обвес. Сейчас клиенты на это не идут. Сейчас нужно самим покупать машины, как мы делаем, ставить в проект, делать, вкладываться и заморачиваться. Клиенты не хотят больше отдавать там на год машину, потому что это мертвая тема. Это было и у Хаммона, Хаммона больше тоже не существует. Компания была хорошая. Ну да, слушай, это прям... Ну, это у меня ассоциации с началом нулевых, с концом 90-х, ну, с началом нулевых точно. ПМВ, Хаммон... Ситуация в том, что они не успели перестроиться. То есть мы перестраиваемся каким образом? Мы стали делать более качественные вещи. Люди... Хаммон, он делает из обычного пластика. Там надо подгонять, сидеть, что-то тачать. Из-за того, как вы делаете ГУЕ-купе, да, по старинке. Да, да, да. А у вас уже factory made получается. Да, а там, получается, понимаешь, Хаммон стоит нормальных денег, а люди за вот такую вот тему нормальных денег платить не хотят. Они хотят платить за нормальные качественные изделия. Понимаешь, то есть, что понимаешь... Берешь в руку и понимаешь, что это как бы денег стоит. Берешь в руку и устанавливаешь, и идешь дальше. А не подгоняешь, подпиливаешь. Да, да, да. Здесь совершенно другая история, как бы. Ну, здесь по качеству другое. Капот, допустим, на УРСе у нас одна из самых сложных деталей. Так же, как и на ГЕЛИКе. Здесь заморочка в чем была? Вот видишь, вот здесь силовые всякие элементы батареи. Так, да. Вот эти вот, соответственно, вырезать дырки, вырезать дырки, это легко. Это не проблема. Но вода тогда попадает на вот эти элементы, и, соответственно, машина сходит с ума. Поэтому нам пришлось придумывать отводы воды. То есть, отводы воды, они сюда вот приходят, да. То есть, сделать его технически правильным. Ну и плюс, да, мы сделали свою фишку. То есть, мы теперь на обратках деталей. Все обратки деталей, которые идут на отправку у нас, на Геленвагенх и на УРСов, они выглядят вот именно таким. Либо синим, либо зеленым, либо черным камуфляжем. То есть, дорого, понимаешь? Не важно, что, допустим, арка, арки так же сделаны, и все, не важно, что она приклеивается на это изделие. Но зато, когда клиент получает деталь, смотрит она там зеленую, значит, такой хлоп прилетел. Ну, качество, понимает, что это... Понимает, за что платить деньги. Сколько стоит комплект у вас на УРС? По-моему, в район трех миллионов. Да, я вот, честно, не помню. В район трех миллионов. Отлично. Вот, о чем я говорю. То есть, вот, видишь, она, арка наша, сделана как по заводу. Даже заводские вот эти вот элементы. А, да ладно, ничё себе. Ты туда выдаёшь. Да, соответственно, она крепится на оригинальную, оригинальная снимается, здесь клеится пластиковая штука, которая идет на оригинальной арке, она просто защелкивается туда, и все. Вот деталь, как выйдет от М3. А в Африку отправляли когда-нибудь? Нет, сейчас у нас очень много запросов из Азии. Азия просыпается в плане тюнинга, да? Оригинального, что удивительно, понимаешь? То есть, они стали покупать. То есть, у нас сейчас вот проплачено два комплекта в Гонконг, и один комплект, получается, проплачен в Центральную Китай. То есть, обычно, они покупали самые дешевые, раньше копировали. Сейчас у них пошел спрос на дорогой оригинальный тюнинг. Так, это передняя губа, да? Да, да, это передняя губа. Вот опять же, как она выглядит. Хотя она все равно будет снизу, ее там ничего не видно не будет. Все везде с видовым карбоном. Да, хотя она, это самая нижняя часть, верхняя часть, вот она лежит. То есть, она крепится под нее. С фабрики приходят изделия вот в таком виде, то есть, они... С фабрики ты имеешь в виду с другого вашего Центра, где происходит именно фармостка? Да, раньше, когда мы начинали, у нас была одна маленькая печка, вот она, кстати. То есть, это уже все, это музей Товкар здесь, да? Да, да, теперь у нас две больших, два производства карбона, и одну маленькую мы сюда для просушки деталей отправили. То есть, вот так они приходят, видишь, детали. То есть, все, теперь остается залачить, отполировать. Наверное, тренд на карбон в мире тюнинга будет вечным, потому что не может быть здесь ничего вечного. Ну, красиво, во-первых. Во-вторых, люди, наконец, допустим, в Америке, почему много опять же продается, они посмотрели на качество нашего карбона, а до этого у них всякие вот эти Варштайнеры и все остальное, это вот очень азиатские, тонкие, там, стали, которые можно смотреть, там, вот так поднимешь на солнце, как он посвящивается. Бумажные вот эти вот дела, или как азиаты любят делать верхний слой карбона, внутри стеклопластик, снизу пленку под карбон. Когда начали получать нашу продукцию, они очень порадовали за качество, и увеличивает объем продаж из-за этого. Капот, который пойдет на тысячесильный GLC, мы его снимали некоторое время назад, где-то весной. Сейчас машина получила еще больше мощностной тюнинг от ГАД Моторс, от немецкой компании, и сейчас топ-кару поставили задачу внедрить сюда элементы охлаждения, то есть будут у нас воздухозаборники в начале капота, и выход воздуха будет организован где-то вот здесь. Да, здесь вход воздуха, он идет отсюда, соответственно, здесь два варианта выхода должно быть, воздухоохлаждение мощного мотора, либо здесь. Мы сейчас обсуждаем это, как бы эстетически это нормально, но технически, мне кажется, что они должны стоять вот здесь, потому что здесь находится турбина, здесь впуск, и эстетически он также будет выровнять вот так-то очень интересный функциональность. Так, вышли на прогулку, здесь у нас два проекта на топ-кар еще находятся, очень лютый новый гелик. Вообще, насколько трудно было работать над новым геликом, как долго создавали проект? Ну, мы одновременно поволокли два сложных проекта и решили делать, опять же, их по новым технологиям. Ушло у нас 9 месяцев на два проекта. Он очень сложен в том, что здесь порядка 70 вакуумных изделий, то есть каждая деталь состоится из кучи элементов. То есть, допустим, даже арка, это одна деталь, одна деталь, там внутренность вторая деталь, потом места крепления, как по заводу, еще одна деталь, там порядка 6 матриц только идет на одну арку. Просто очуметь. Очень мощно здесь, конечно, акула ваша смотрится. Милитаристайл. А здесь он прям вообще максимально тематичен на этом автомобиле. И, кстати, капот двухсоставной. Он состоит из верхней части, нижней части. Это защита, которая защелкивается, как на заводских, как обычно она такая пластиковая, и жабер. Заморочили вот эту зеленую зелье, как всего будет три. Мы договорились, что мы выпустим арментированную версию именно зеленых машин. Одна из первых была на Женере. Это вот вторая машина. Салон мы здесь так заморочили. Боттега винета кожа, да? Да, да, да. Это не теснение, это именно кожа плетеная стоит там безумных денег. Здесь использовали, соответственно, зеленый карбон. Ну и перешили весь салон. Да, красотища. Так, глобально даже на первой машине не было подхода. У нас не было возможности по времени. Ну, ковры в багажнике лежат. Шик. Так, и здесь же у нас GLC тоже в зарядке от Топкар. Скажи, как вообще идет объезд на GLC? GLC купе идет сумасшедшими объемами, в принципе. Ну, как сумасшедшими, для нас сумасшедшими. Два-три комплекта в месяц он продается. На вагон меньше, потому что более старая машина. А, то есть сначала появился вагон, да, потом уже купе. Да, да. Вагон меньше продали. Купе много продаем. То есть вот. Ну, здесь у вас тоже получается штатное расширение. Вы просто карбонизировали арки. Соответственно, сделали передний бампер целиком с парбоновыми элементами. Потому что мы сначала хотели делать юбки просто на 63-й, но если делать только юбки вниз, то тогда получается, что если клиент на, допустим, 430-й или на дизельный захотел бы поставить карбоновые штуки, то он бы это не смог сделать. Ему пришлось бы покупать бампера от 63-го. Поэтому мы пошли вот таким путем, сделали бампера. Олег, какие планы вообще дальнейшие, ближайшие? Что будет происходить у вас? Ну, мы получили заказ на разработку обвеса карбонового на McLaren. О, вот это очень интересно. От американской дилер-сети McLaren. Уже прорисовали этот проект. Прилетали недавно ребята, мы согласовали все. Нам выдают две машины сейчас, которые... То есть, одна идет под макет, а вторая уже непосредственно презентационная будет позже прислана. Проект начинаем через неделю. То есть, это будет прямо очень-очень прикольно. В Америке она очень популярна. То есть, изначально... McLaren вообще сейчас начинает стрелять очень интересно. Да, 720S это вообще безумие какое-то. То есть, у нас заказ на два проекта. На 720S и на GT McLaren новый. Соответственно, начнем 720-й. Думаю, к концу года мы его сделаем. Потом будем делать GT. На этом мы завершаем выпуск из компании Top Car. Пишите в комментариях, какие вопросы вы бы хотели, чтобы мы в следующий раз задали Олегу. Как вы видите, это реально очень серьезные эксперты в мире тюнинга, которые уже... Я уж точно не помню. По-моему, уже больше 15 лет компании существуют. И это большой показатель, что у нас на такой длинной дистанции они остаются успешными. И реально у них основная клиентура не в России, не в странах СНГ, а в мире, в США, в Азии. Я ими очень всегда сильно горжусь. Они выставляются на Женевском автосалоне, например, уже не первый год. И на других ключевых мировых автомобильных ивентах. В общем, это очень крутые ребята. Снизу оставлю ссылки на их медийные ресурсы. Подписывайтесь обязательно на Олега Топкар в Инстаграме, чтобы смотреть, что происходит, как они строят свой бизнес. Это реальные истории. Это очень круто. А еще скоро мы поедем, потестируем немного с ними гиперкары. Но это уже в другой раз будет. Короче говоря, Пагани приближается. Все, на связи. Мы пошли дальше тут снимать все. Субтитры сделал DimaTorzok